Добро пожаловать в нашу студию. У нас в гостях сегодня Зарина Жакенова, певица-актриса. Она снималась в сериале «Булл-булл», посвященную Розе Баглановой. И эстрадный певец, обладатель государственной премии «Дарын», который был лично знаком с певицей, с легендарной Розой Баглановой, Алибек Альмадиев. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, Алибек. С праздником вас. С праздником вас. Здравствуйте, спасибо. Я вот Зарину уже, в принципе, с ней знаком. Нам посчастливилось вместе поработать. Ну, не знаю, посчастливилось ли Зарине вместе со мной поработать, но я, по крайней мере, это посчастливилось. Буквально на днях мы провели один из телемарафонов на телеканале «Хабар». Зарин, я знаю, что мы с тобой разговаривали уже об этом, про Розу Багланову и как ты вживалась в роль. Можно было сейчас поподробнее рассказать, как это происходило все? Ну, готовилась я не так долго, потому что времени было мало, всего лишь месяц. Изучала все ее архивные видео, все ее песни, манеру исполнения. Ну, потом вот нужно было ходить, как она, изучить ее походку, ее какие-то повадки, привычки и впитать это все в себя. То есть в сжатые сроки получилось осуществить? Ну, думаю, что получилось. Зрителям вроде бы понравилось. Вроде бы, конечно, понравилось. А что вообще сериал «Бул-бул» отличает от других автобиографических фильмов о певицах? Да, в чем сложности были? Что именно отличает, я сказать не могу, но сложности, да, своего рода сложности были. Сложности были в сценах войны и психологические, и физические. Эти сцены мы снимали в Минске, в Белоруссии. Там все было по-настоящему, вот эти все взрывы, танки, автоматы. Очень страшно было, пускай никогда не будет у нас войны. Поддерживаю. Действительно, да. Пусть будет мирным небо над нашими головами. Ну, я все-таки вот допытаю, как выживалась в роль. То есть изучала материалы, изучала повадки, может быть. Да, изучала все материалы, прочитала всю ее биографию, которая есть в интернете, которой нет в интернете. Потом у нее есть книга «Айна Лайн Халкманнг Иркелеткен». Вот эту всю книгу прочитала. Вот сейчас еще как раз за время эфира, когда мы здесь еще сидели, разговаривали, упомянула о том, что на съемочную площадку привозили ее вещи. Да. То есть приходилось играть еще в ее вещах. Да. Очень интересный момент был. Нас три героини играли. Роза Багланова, то есть взрослая, я и маленькая девочка. Как-то на площадку привезли все ее настоящие вещи, которые она носила при жизни. Ее костюмы некоторые и туфли. Много очень туфлей, все такие модные, разные. И продюсер говорит, ну, туфли, наверное, никому не подойдут, потому что все знают, что она носила 33-34 размер обуви. Натюрный размер. И, Зарина, у тебя какой размер? Я говорю, у меня 34-й. Да вы что, померь ее туфли. Я мерю ее всю обувь. Все мне подошло. Съемочная группа немножко в шоке. Как так? Как мы вообще угадали так с героиней? Да, это какой-то знак, видимо, это судьба, да, действительно. Роза Багланова была, судя по нарядам, по туфлям, модницей была, можно говорить? Она была очень модная. Некоторую обувь она специально шила для себя на заказ. Ну, она часто была на гастролях за рубежом, и у нее много вот, еще в то время у нее перчатки, по-моему, Louis Vuitton там были, Шанель костюмы были у нее. Она очень была модница, со вкусом всегда одевалась. Даже ее вот эта вся обувь, которую я носила на съемке, мне все туфли так нравились. Они по сей день в тренде, они по сей день в моде еще. Замечательно. Да, здорово. Замечательная история. Алибек, вы знали Розду Жабаевну лично. Как вообще произошло знакомство? Да, как... Знакомство произошло в моем детстве. Я был 12-летним ребенком, и так как был активным очень, и выступал везде в патриотических конкурсах, песни также, то меня пригласили участвовать в концерте Розы Баглановой в конгресс-холле у нас в столице. Сколько вам было тогда? Мне было 12 лет, 2007 год. И для меня это действительно легенда, но не только легенда, но и пример, пример любви к народу, пример гражданской ответственности, наверное, потому что Роза Тажибаевна поднимала очень важные вопросы, умела их правильно проговорить, привлечь общественное внимание к этому. Для меня это высокий пример такого моста культурного между обществом и государством. И я очень стремлюсь к тому, чтобы развиваться, и тоже со временем, даст Бог, внести свою лепту. Поэтому... Рим Владимировна, можешь рассказать, какая она была? То есть по своим личным ощущениям... Какая энергия, как она исходила? Я понимаю, что опыт небольшой, но тем не менее, все-таки удалось прикоснуться к легенде. Очень добрая аура, я помню. У нее были уже проблемы со зрением, но тем не менее, вот эти глаза, яркость эта, она как-то сохранялась. Вот если вы видели архивное видео, вот этот огонек в глазах, который заражал всех буквально, который вдохновлял всех, даже Иосиф Сталин, ведь был очарован ее взглядом, ее талантом. Поэтому, да, это чувствовалось и тогда, хотя она была в очень почетном возрасте. Сухость. Да, и она очень много говорила на том концерте. Она говорила, я даже помню, за кулисами бегали, возмущались там режиссеры, ну это же работа такая, что вот уже нужен дедлайн, нужно уже следующую песню петь. Но она очень любила общаться с народом, и она всегда говорила, что вот главное, чтобы народ был мой спокоен. То есть это такой человек высокой нравственности, высокой культуры, не только исполнительской культуры, но и нравственной, духовной культуры. Поэтому это для всех для нас пример. И вот, получается, Роза Багланова объединяет нас и по сей день, потому что жива память о ней, вот как Зарина рассказала. То есть она продолжает нас объединять, подавать пример. И тоже интересная параллель такая в судьбе, что я сейчас являюсь солистом Казах-концерта, который в этом году был назван в честь Розы Баглановой. Получается, вот так интересно совпадает. — Аль-Мадзи, смотрели сериал «Бул-бул»? — Сериал «Бул-бул»? Нет, не смотрел, к сожалению, но я думаю, посмотрю. — Кстати, вот после выхода сериала как раз-таки «Казах-концерт» переименовали под Розу Багланову. Я тоже там работаю вместе. А сейчас там мы готовимся к большой премьере, большого мюзикла, посвященный Розе Баглановой. Там режиссерами является Ислям Нуртадзин, художественный руководитель нашего театра, а композитор Артур Оренбургский. Вот, 31 марта будет. Приходите. Приходите к нам в центральный зал «Казахстан» смотреть премьеру. Я потому что тоже хожу на репетиции, мимо репетиционного зала и вижу, как буквально каждый день идет подготовка. Очень тоже восхищаюсь коллегами из «Астана» мюзикла. Я думаю, что не только мы придем, а многие казахстанцы на премьеру.